В том, что следует сразу идти на иностранный рынок фриланса, там можно зарабатывать очень много денег. На русскоязычном фрилансе вы будете зарабатывать мало денег. Еще следующее направление, это работа напрямую с заказчиками. То есть это когда вы выстраиваете вокруг себя инфраструктуру, ведете свой блог и свой YouTube канал. Порог входа со стороны требований к вам как разработчику, он довольно-таки низкий. То есть вам не нужно обладать, опять же, знанием физики, математики. В принципе, даже сильные познания в компьютерах вам не нужны. Всему вы можете обучиться с нуля. Ну просто, опять же, главное терпение, как дятел бить в одну точку и стремиться. Вы должны именно хотеть этого. Если вы не будете гореть и не хотеть этого, вам по ночам это не будет сниться, и вы не будете просыпаться с первой мыслью в голове, как мне бы это реализовать, то, к сожалению, ничего не получится. Но если вы горите этим, вам это именно надо, вы хотите быть мобильным разработчиком, тогда все у вас получится, порог хода здесь низкий. Если вы хотите оперативно и качественно стать Android разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии Android разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе. Оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца. Такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания, и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени, и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть, если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс, вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому видео. Но существует некое требование, скажем так, к оборудованию. Если мы говорим про Android разработку, то ранее вообще компьютер был все равно, какой у вас компьютер. Везде установили Android Studio, да. Тестировать можно на реальном смартфоне, и у вас все летает. Сейчас Google выпустил Android Studio нового поколения, и теперь в официальных требованиях стоит условие 8 гигабайт оперативки. Но я так скажу, я тестировал на компьютере с 4 гигабайтами оперативки, и там все летает, все хорошо работает. Просто, если у вас мало мощности в компьютере, при работе в Android Studio, отличайте все остальное, все остальные программы, чтобы работать только в Android Studio, и тогда все у вас будет хорошо работать. В iOS все по-другому. Тут в iOS разработке у вас должен быть MacBook. Причем MacBook не сильно старый. Я вообще сторонник покупать новый MacBook. Я когда несколько месяцев назад заходил в эту сферу, я так и сделал, купил себе новенький MacBook. Он мне обошелся в 105 тысяч рублей. Итак, если вы просто по ним должны понимать, что если вы заходите в iOS разработку, вам нужен MacBook. Все вот эти Hackintosh, да, там есть, или установка виртуалки на Windows. Ну, как бы даже не хочу это рассматривать, потому что вы не будете разрабатывать мобильное приложение. Вы будете мучить себя просто-напросто. У вас будут все время какие-то баги, вы вылазить из-за того, что у вас не настоящая операционная система от компании Apple, да. И поэтому, просто знаете, если вам нужна iOS разработка, покупай, начните с того, что купите MacBook. Тут нужно инвеститься в себя. По-другому сюда не зайти. И если нет пока денежных средств, то лучше либо взять кредит, хотя я не сторонник брать кредит, либо идти в Android разработку, начать там заработать денежек, и потом уже перейти в iOS сферу, если вам это нужно. То есть порог хода есть только в iOS разработку. В Android сферу, в Android разработку нет порога входа, поэтому можете смело туда заходить. Ну и самое главное, как же выучиться, что у нас самое сложное в обучении. Все очень просто. Для начала нужно освоить, скажем так, основы. Начните, если мы говорим про Android разработку, начните с языка Kotlin. Потом, только на поверхностном уровне, не нужно глубоко его катпать. Нужно понимать, что такое переменные, что такое функции, как создаются функции, как вызываются функции, функции с аргументами, как передаются аргументы, циклы, массивы, там вот эти коллекции, классы, объекты, интерфейсы. Все, больше ничего не надо знать. Ну, еще, конечно, условные операторы нужно знать. Нужно знать только все самое основное, и потом перейти уже к основам Android. Кстати говоря, все вот это на основе Kotlin, на основе Android изучается, я изучаю с учениками на первой неделе. И потом нужно уже переходить к изучению, как создать кнопочки, как создать виджеты, как создать изображения, как создать списки, и пошло по накатанной базе данных, архитектура и так дальше. И так далее. Опять же, это все вы можете подробно узнать в моем видео, что должен знать Android разработчик, ссылка в описании. Но если вы не хотите искать нужную информацию, потому что тут нужно быть на волне. Все очень быстро меняется, новые технологии, у нас нужно каждую неделю гуглить, что новое, что не новое появилось, что как сейчас все развивается. Поэтому вам нужно следить за всем этим, и успевать это все изучать. И поэтому, если вы не хотите тратить много времени, хотите все это быстренько сделать за 3 месяца, ну, относительно за 3 месяца, от 3 до 6 месяцев, то тогда я вам советую прийти ко мне на курс Android разработчик за 3 месяца. Ссылочка на курс есть в описании. Самое сложное в обучении это закопаться. Самый частый случай, когда человек пошел изучать Android разработку и закопался. Что я говорю, он идет на, либо сам, если сам изучает, то одно, то другое, все обрывистое, по бесплатным видео. Кстати, ссылочка на том, как правильно обучать, это тоже будет в описании под видео. Идет она на раздельные видео, знает отдельные шаги, но в целом нет определенной картины, не может написать мобильное приложение. Поэтому это очень плохо. И есть люди, которые накапливают знания, накапливают, накапливают и забывают. А забывают, потому что он не пишет код. А если вы не пишете код ежедневно, то вы не развиваетесь, у вас это в голове не остается, вы это все забудете, это все бесполезно. Самое главное не закапываться, иметь точно структурированную программу обучения и ежедневно писать код. Это самое важное. И самое, вот запомните, самая жженая часть. Это не нужно на курсы, если вы пошли на какие-то курсы, не нужно на курсах решать какие-то задачки непонятные вообще, которые у вас отнимают много времени. Я очень много встречаю таких людей, которые приходят ко мне после года такого обучения и они элементарные вещи не могут сделать. Могут какие-то задачки решить, но по практике, по разработке ничего не могут сделать. то есть, что мы делаем, мы идем на курс, структурированной программой, курс не должен стоить дороже 10 тысяч за весь курс, потому что все остальное это вымораживание денег. Курс должен быть четким, быстрым, коротким, то есть максимум полгода по длительности. На курсе должна быть практика, без воды, никакие задачки, чисто вы должны писать код и чисто разрабатывать конкретные вещи. И когда вы смотрите и обучаетесь, ну конечно, у вас сразу что нужно делать? Вы посмотрели видео, повторили все завтра. Конечно, у вас в следующий раз вы из чистого листа сами это все не делаете. Сделайте все шпаргалки. То есть, например, вы изучили тему, например, создание кнопки и обработка таба по кнопке и переход с одного экрана на другой. Открываете в самом банке, не умеет, не можете сайт создать себе отдельный. Сделайте себе в верде или в гугл документах текстовый файл. Откройте, назовите ее создание кнопки. Пишите номер один. Создание верстки. Вставляете верстку и поописываете. Этот атрибут отвечает за это, атрибут отвечает за это, этот атрибут отвечает за это. Далее. Свят пишите. Пункт 2. Связывание кода и xml верстки. Связали. Как написали, как связать. Теперь, следующий, этот метод отрабатывает таба кнопки. Описали, записали, как это сделать. То есть, по шагам, по каждому навыку, который вы освоили в разработке мобильных приложений, делайте шпаргалку и потом ее используете. Когда у вас будет реальная разработка, вам нужно сделать, допустим, нижнюю панель навигации. Ага, вы помните, это у меня есть. Заходите в свой туториал, собственный, открываете файл создания нижней навигационной панели и по пунктам проходитесь. Потом, когда у вас будет много опыта, но не много опыта, хотя бы год опыта, вы будете открывать свои действующие старые проекты и понимать, где вы, ну, вам нужно какую-то вещь делать, например, выезжающее меню слева. И вы, думаю, вспоминаете, в каком приложении вы это делали, заходите в приложение, вы уже примерно знаете, где это искать и просто копируете, вставляете, переименовываете, переподвязываете и перенастраиваете дизайн. Все. Это работа мобильного разработчика. Знать, где взять, скажем так, код, ваш проверенный код. И опять же, очень важно, при обучении никогда не, вот вы нашли какое-то решение в интернете, никогда не тащите этот код в свой рабочий проект. Создайте какой-то учебный проект, туда перекиньте код, посмотрите, работает он или нет. Если работает, то поверните его под себя, перенастройте его под свою стилистику написания, под свою стилистику программирования, переименуйте все переменные, переименуйте айдишники, переподвязывайте, проработайте этот код досконально, чтобы он был чистенький, идеальный. И потом же проверьте, он работоспособный. Если он работоспособный, то тяните уже в реальное свое мобильное приложение, в реальный свой проект. То есть, это также очень важно. Поэтому нужно обучаться практике именно, не нужна сухая теория. Ну, если хотите играть в Android-разработчика или в iOS-разработчика, то можете, конечно, накапливанием знаний, но это не особо продуктивно. В общем, вот так дела обстоят на рынке мобильной разработки. Я, в принципе, когда готовился к этому видео, я выписал себе основные пункты, про которые стоит рассказать. Надеюсь, я задел все, скажем так, очень тонкие моменты в этой сфере, в этой сфере разработки. Я, надеюсь, я максимально описал вам профессию мобильного разработчика. если вы хотите более детально узнать, например, про профессию Android-разработчика и iOS-разработчика отдельно, то пишите комментарии под этим видео. Я на следующей неделе сделаю вам такое видео. Например, начнем с разбора профессии Android-разработки. Там у каждой из платформ есть свои нюансы, свои различия. Если вы хотите, чтобы я сделал подробный обзор, допустим, на Android-разработчика, на профессию Android-разработчика, тогда пишите комментарии под видео, ставьте лайк. И я обязательно на следующей неделе сделаю это видео. Ну, в общем, стоит ли выбирать эту профессию? Если вы горите менять жизнь миллионов людей, если вам нравится, допустим, делать визуальную часть интерфейса какого-то продукта в том же мобильном приложении, если вы прям настроены стать разработчиком мобильных приложений, то, конечно, идти сюда, потому что сфера развивается, она не угаснет, и эту сферу не убьют. готовые решения, которые убили сферу разработки сайта, вы можете здесь развиваться очень круто. Поэтому определенно стоит заходить в эту профессию. Но если вы хотите быстро освоить профессию Android-разработчика, то приходите ко мне на курс, все ссылочки для связи со мной есть в описании, я могу вас бесплатно проконсультировать. Ну, а на связи был обучающий проект Mabu, на сегодня у меня все. Ну, а в субботу, как всегда, нас ждет субботний подкаст. Опять же, сказал, на сегодня все. Я на этом моменте с вами прощаюсь и до встречи на следующих эфирах. Всем пока.